Сегодня в Прейонежском суде был рассмотрен иск жителей поселка Шолтозера Анны Шевченко и Александра Толбанина о взыскании морального ущерба, связанного с потерей единственного сына Александра. Ответчиком по делу выступало Министерство внутренних дел России. Александр Толбанин в августе 1996 года заключил контракт с МВД. Был направлен на территорию Чечни в Гудермес, где и погиб в сентябре того же года во время проведения боевой операции. Мама у него и до этого была инвалидом, третья группа на пенсии, и отец, они в браке не состоят, то Белин Александрович сын написан на фамилию отца, они обратились к Министерству внутренних дел о том, чтобы возместить все расходы, связанные с гибелью его и за моральный вред. Страховые потежи и возмещение ущерба по условиям контракта всего около 47 миллионов старых рублей родители уже получили, однако продолжали настаивать на возмещении и морального ущерба. Был контракт заключен с Министерством внутренних дел, он служил в Министерстве внутренних дел, и поэтому Министерство должно нести полную ответственность, в том числе и за моральный вред. Поэтому решение суда таково. Суд, придя к выводу, вынес решение, исковые требования удовлетворить истцу и взыскать в пользу Шевченко Анны Антоновны и в пользу Толбанина Александра Александровича по 50 тысяч рублей каждому с Министерства внутренних дел. Сложность дела была в том, что представители МВД, признавая справедливость иска, указывали, что Министерство не может нести ответственности, так как не является инициатором начавшихся боевых действий. Впрочем, предъявление иска к инициаторам представляется на сегодня делом проблематичным. Тому, кто давал команду начать войну в Чечне, речь идет о президенте, указ президента. Но президенту иск предъявить невозможно, потому что он президент, пока еще президент по таким делам не выступает, он вообще не может, как должностное лицо. Это первое подобное решение в России. Очевидно, что оно вызовет множество, если и не таких решений, то подобных разбирательств. Напомним, что в Карелии за годы Чеченской войны погибло 29 человек, 70 стали инвалидами.